Как олимпийский чемпион Майкл Фелпс устроил гонки с большой белой акулой и какую спецоперацию провели военно-морские силы Шри-Ланки? Об этом и не только в нашем обзоре. Майкл Фелпс устроил гонки с большой белой акулой. 23-кратный олимпийский чемпион соревновался с морским хищником на дистанции 100 метров в заливе Моссел у берегов Южной Африки. Для интриги чемпиона одели в гидрокостюм с монофином, по сути, большим плавником, который крепится к обеим ногам сразу. Но акула все равно победила, преодолела дистанцию за 36 секунд, а Фелпс ровно на 2 секунды позже. Но рассердила поклонников знаменитого пловца не это. Оказывается, акула и Фелпс плыли в разное время, а затем их просто подмонтировали в один видеоряд. А вот дайвер Йохан Подгитер снял на видео настоящее спасение от белой акулы. Занимаясь подводной рыбалкой у берегов Южной Африки, Йохан неожиданно увидел рядом с собой океанского хищника. При этом акула сделала несколько попыток атаковать дайвера. Однако пловцу все же удалось отогнать ее гарпуном и благополучно забраться в ожидавшую его лодку. Высокая мода со свалки. Чтобы отправить человечеству месседж об огромном количестве отходов, дизайнер Стелла Маккартни отсняла кампейн на мусорном полигоне в Шотландии. Известные модели продемонстрировали наряды из новейшей коллекции среди заброшенных ржавых автомобилей и тон пластмассовых отходов. Маккартни сторонница моды, не причиняющей вреда окружающей среде. Более двух тысяч человек переплыли пролив Босфор. Таким экстремальным способом они решили попасть из Азии в Европу. В скоростном заплыве соревновались участники из 49 стран. Среди них и украинцы. Пловцы должны были преодолеть 6,5 километров. Победителю удалось сделать это за 50 минут и 58 секунд. Такие соревнования устраивают уже 29 лет подряд. Многие участники участвуют в заплыве уже не впервые. Военно-морские силы Шри-Ланки провели спецоперацию по спасению двух слонов, которых унесло в открытое море. Местные жители заметили несчастных животных в километре от побережья. Вероятно, слоны переходили лагуну Кокилай, когда их унесло течение. К спасению привлекли водолазов и флотилию лодок. Спецоперация длилась 12 часов и завершилась успешно. А бессиленных великанов обвязали веревками и вытащили поближе к берегу, а затем отпустили.